Еще один продукт, который носит маску полезности, это оливковое масло. Конечно, в это сложно поверить. Ведь лучшие врачи всегда говорили нам о том, что оливковое – это самое полезное из масел. И советовали его при язве, диабете, проблемах печенью и сердцем. А в качестве примера указывали на итальянцев и греков. Они едят оливковое масло каждый день, доживают до 120 и при этом остаются бодрыми. Почему же тогда вдруг оливковое масло попало в этот черный список? Американские ученые объясняют – с самим маслом проблем нет. Главная проблема в том, что именно нам продают под видом целебного масла из оливок. Американский журналист-расследователь Ларри Олмстед знает о поддельной еде абсолютно все. Он занимается этой проблемой 20 лет. Разоблачил несколько корпораций и сдал книгу о подделках среди продуктов питания. И Ларри уверяет – в современных супермаркетах очень сложно найти настоящее оливковое масло. Если его смешать с маслом соевых бобов, кукурузным маслом и другими видами недорогих масел, можно неплохо подзаработать на продаже. В некоторых случаях даже добавляют ароматизаторы и красители, чтобы все это выглядело более или менее похоже на оливковое масло. Эксперт добавляет, к сожалению, по статистике оливковое масло входит в топ-10 продуктов, которые подделывают чаще всего. Конгресс США недавно дал указание управлению по контролю за продуктами и лекарствами начать исследовать оливковое масло более тщательно из-за возникающих аллергий. Невероятно! Получается, что в месте ценного оливкового наливают помесь непонятных масел. А может, это касается только Америки? Ведь она там, за океаном. А у нас здесь оливковое масло в таком объеме не подделывают? За ответом мы обратились к исполнительному директору Масложирового Союза России Михаилу Мальцеву. Да, на нашем российском рынке в том числе, да. Поэтому это вообще проблема дорогих продуктов, чем дороже продукт, тем выше соблазн его подделать. И доля такого фальсификата на рынке доходит от 40 до 60% по цене. Итак, оливковое масло действительно не так полезно, как кажется, если его разбавили другими маслами низкого качества. А поддельного масла в наших магазинах, по словам экспертов, каждая вторая бутылка. Значит, нужно уметь отличать настоящее масло от суррогата. А есть ли хоть один способ, как это сделать обычному покупателю? По словам специалистов, главный способ – это заморозить масло. Идеальное место – дверца холодильника. Уже через день будет понятно, какой вы купили продукт. У них действительно температура замерзания выше, чем у самого масла. И поэтому, поставив его в холодильник и увидев осадок, который выпадает, можно говорить о том, что это нерафинированное настоящее масло. Но у этого хоть и стопроцентного способа есть один большой минус. Вся правда вам откроется минимум через несколько часов. А как узнать сразу, что в бутылке? Оливковое масло или микс из разных масел? Чтобы разобраться в этом, мы решили собрать международный консилиум. Участие в нем примут специалисты из Италии, Греции и Испании. Владельцы оливковых рощ и поставщики масла. И вот первое мнение от греческого специалиста. Забраковать можно сразу больше половины образцов всего лишь по одному слову на этикетке. Я вижу в этих бутылках то, что здесь смешано оливковое масло, рафинированное и нерафинированное. Этого быть не должно. В нашей стране это запрещается законом. Чтобы масло было хорошее и качественное, оно должно быть только Extra Virgin. Нужно в первую очередь искать на бутылках эту надпись. Итальянский эксперт тоже оценивал качество масла по этикетке. И многие образцы тоже вызвали у него массу нареканий. В Европе есть несколько параметров, на которые нужно смотреть в первую очередь. И главной из них на этикетке должна быть маркировка D.O.P. Это значит, что масло разливали в той же стране и в том же регионе, где собраны оливки. Это сильно уменьшает риск подделки. Ну и наш третий специалист из Испании тоже готов дать свой совет. Лучше всего, конечно, пробовать. Но самое лучшее масло всегда продается в темных бутылках или жестяных банках. Эксперты поделились и еще несколькими секретами, как определить настоящее оливковое масло. Во-первых, нужно смотреть на его цвет. У него приятный запах и тот самый вкус. Посмотрите, даже по цвету видно, что это оливковое масло. Оно зеленоватое. Во-вторых, на то першит оно в горле или нет. В Греции пробуют так. Нужно налить масло в винный бокал, немного его покрутить и согреть в руках. Затем вдохнуть аромат. Масло должно пахнуть свежестью. И сделать небольшой глоток. Если это настоящее оливковое масло, оно будет не только горчить, но еще у вас запершит в горле. Это масло не очень. Итак, оливковое масло – еще один продукт, который может притворяться полезным. Речь идет о поддельном масле, которого в наших магазинах продается 50%. Чтобы не нарваться на суррогат, ищите бутылки с надписью «Экстра Вёрджин» и значком «ДОП», если масло из Италии, или «ИГП», если масло из Испании или Греции. Ну и помните, настоящее оливковое масло всегда светло-зеленого цвета, першит в горле и замерзает в холодильнике.